Сладкая ягода Сладкую ягоду Когда вы не играете спектакли в театре Когда вы не воспитываете подрастающее поколение вашей семьи Когда вы не... Как, короче, что вы будете готовить, Виктория? Ну, короче, буду я готовить сперва суп Сперва суп? Сперва буду готовить суп Суп есть у меня такая подруга, Люба Толкалина, актриса Любовь Толкалина, мы знаем, она прекрасна, замечательная актриса Да, сейчас я расскажу вам про этот суп И она, это ее рецепт Видимо, все в семье... То есть через этот суп мы можем проникнуть в семью Кончаловских Да, вот я хотела, подожди Нет, не отнимайте Я хотела сказать, что суп отличный Действительно, я его готовлю, нравится всем семье Что мне, говорить ингредиенты или прямо начинать готовить? Что нам нужно для супа? Значит, нам нужно Куриные грудки Достаем Достаем Вот они Вот они Наши куриные грудки Нам нужно куриные грудки взять Нам нужно их помыть, или они уже мытые Все мытое Все мытое, все прекрасно Это только что из бани Давайте, значит, мы разрезаем их Значит так, мы разрезаем их, ну, вот такие вот ломтики Быстрые Быстрые ломтики Да, смысл в быстроте и вкусноте Так, на самом деле, очень приятно, дорогая Виктория, что вы не скрываете, от кого рецепт Потому что, мне кажется, в этом же и заключается смысл нашей программы Знаете, я даже не спросила-то, Алкалина, могла ли бы я его вот так вот говорить-то Может, это не надо было, может, это ее скрытый рецепт Ну, Шлюба, простите Да В общем, смотри Маленькие ломтики В Киеве она меня научила Жила со мной, понимаешь? Ну, мы снимались вместе И, представляешь, вечером вдруг раз и угостила Кормила меня каждый вечер На самом деле Поаплодируйте, пожалуйста, вы, зрители, которых не кормит никто Кроме нашей программы Поаплодируйте Это называется только что Виктория Толстоганова Расскала нам историю Посвященная вообще программе у нас Видишь, как получилось Дружбе Между прочим, некоторые полагают, что, во-первых, не может существовать Дружба женская не может быть И некоторые полагают, что еще более невозможна дружба между женщинами Которые по профессии являются актрисами Ага А Люба на меня обижается, что мы редко встречаемся Потому что она является крестной моей девочкой Да Что нам понадобится еще, ребята? Нам понадобится еще Мы сприваю ее Вот это вот все Кинем в воду Так И она будет кипеть В общем, закипать И пока она закипает Главное успеть Пока не закипела вода Сделать все остальное Сразу А куда, видите, вот эту штучку? Вот эту штучку На склад веселых штучек Этажом ниже У нас вот тут прямая шахта Может, я возьму минуту внимания Знаете, зачем я пришла в эту программу? Так Дело не втолкальное Не втолкальное Так люблю похохотать Что решить, что ладно Господи, Ваня Да Я же, мы же не общаемся вообще Я подумала, ну не умею готовить Ну и ладно Мы не общаемся Зато я похохочу в течение получаса Итак Если бы я знал, что вы так хотите, Виктория, общаться и хохотать Я бы не отказывался от главной роли в фильме «Утомленное солнце» Ага Ну, знаете, не думаешь А я просто так Нига Цербичич сказал Да не надо мне У меня Простите, Ваня У меня смак Подождите, не плачь У меня, Виктория, есть смак Извините Да-да Да Сколько Вот для супа ведь важно Сколько воды мы нальем Да? Да Именно, количество Мы много нальем У нас для этого вот Настоящая водичка Мы нальем так, чтобы закрыло все это дело Так Все Все, наливаем И ставим на огонь, да? Ставим на огонь И это у нас должно Сейчас, секунду, 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 секунду Все Закрываем крышку Не, ну закрываем, чтобы у нас все закипало Это мы отодвинем пока Смысл в том Да Продолжаем Продолжаем Разговор Смысл в том, что потом Мы чистим картошку, морковку Тут начинается такая история Свободного полета Чуть-чуть То есть все, что есть Можно положить Но много всякого не надо Потому что будет неразбериха Нужно все-таки как-то Мне кажется, цветная Мне кажется, помидор Нет, стоп Простите Помидор и чеснок Это ингредиенты, которые в конце Уже когда суп практически готов Кидается в суп Интересно Чтобы чеснок не был выпаренный, вероятно Я не знаю Чеснок вообще, на мой взгляд Должен добавляться в самый последний момент В самый последний момент с помидорами Вместе Можно снимать корочку Например, если моя бы девочка ела Она бы Вот эти корочки все из супа вынимала Поэтому можно его ошпарить И снять корочку А можно Если едят взрослые люди Или адекватные дети То тогда можно не снимать Просто есть дети неадекватные Которые не едят каких-то У нас-то просто Я бы сказал, это дети Великовозрастные тут собрались В смысле? А, ну тогда давайте не снимать Пусть давится Правильно Вот, приколь Мы нащупали Вот эту вот грань общения с нашим зрителем Постоянным, с Маховским Так, значит нам нужна картошка Я возьму А можно я вот такую возьму? Потому что Да-да-да, берите эту А вот я возьму вот Все, вот эту Вот эту Так, мы начищаем Чистим картошку Чистим морковку Морковку Трем Не режем Потому что Быстрый суп Он быстрее же готовится Когда все такое Сколько Сколько нам нужно Картошки нам нужно Вот Немного Ну Ну, картофелем лучше Не злоупотреблять Все-таки суп легкий Да Вы что толкали на Мактрисы стройные? Эту картошку нужно Залить холодной водой Залить холодной водой Помыть Да Я тогда почищу морковку Так же Правильно Так, так, так Очищаем морковку А картошку мы на каком этапе? Картошку Когда закипит Закипит И это должно И все это сразу кидается И варится в течение Ну сколько? Пятнадцать минут Я картошку могу То есть вернее Я могу ее положить И сейчас То есть я кладу Когда кладется Можно и сейчас Смотрите, вы очень Что? Неправильно? Я уже занес нож Вот Морковочкой Да, вот конечно Вот это все Даже вот так бы я все бы сделала Так, это мы оставим Вот это сюда же Да Сколько нам нужно морковочек? Одну? Одну Одну морковочку Я, с вашего позволения, приберусь Потом Давайте вот это порежем Капусточку Капусточку давайте порежем Отрезаем ненужности Ненужности Вот здесь вот Вот так вот Так Еще Сколько нам нужно будет? Режем Ну, нам можно даже два помидора Давайте два Два А с чесноком? А с чесноком мы тоже Капусточку мы тоже порежем Ну, это мы можем же добавлять Ну, это одна секунда Мы же можем сейчас перейти Забросить все, что нам нужно в суп И перейти И перейти к счетчику Давайте, может, еще к котлеткам перейдем У нас котлетки будут? У нас котлетки Это для вас неожиданность А вот это Это для меня неожиданность Это для меня радость Ведь котлетка, друзья Именно Вот правильно звучит это Котлетка Не котлета Котлета Это министерство финансов Котлета Потому что у нас У нас же детское меню Как бы все идет к тому, что у нас детское меню Так у нас сегодня детское меню Да Ну, как вы так получаете? Ну, этот суп не очень детский А вот дальше котлетки, которые Делаем мы из семги Котлетки из семги Да, делаем мы их из семги Нам нужна семга, которая Которую Ну, она уже филе То есть она уже почищена И все, она сделана В общем, семга без костей Вот она Вот она Ох, котлет-то навертим Много? Две Нет, это так кажется Да? Да, да Нам нужна вот эта вот семга Нам нужна картошка Потом мы берем лук Который нужен обычный для котлет Послушайте, а у нас есть хлеб? Вы знаете, Виктория Мы готовились к вашему визиту У нас хлеб добавляется в котлеты Иногда белый Не для того, чтобы скрыть отсутствие мяса Или основного продукта А для того, чтобы, опять же У меня детское меню все Это моя, наверное, вина Но всю Варькину жизнь Трехлетнюю Оно вот все делается так Чтобы как бы ребеночек Вот не попалась какая-то вот ерунда Вот ее в котлетку случайно Как бы еще что-то И поэтому вот эти вот Картошки Нужны только для того, чтобы Котлеты становились Такие они вдруг Это Да, они такие раз и очень мягенькие Очень какие-то Вдруг ребенок раз и съел ее И вторую съел Это для меня А что, Варвара Андреевна Варвара Андреевна не ест ничего Да что вы говорите И это вообще неинтересная тема в жизни И хоть как-то Мы пытались, пытались, пытались И нашли вот такую вот историю Потому что котлеты Ничего особенного у них нет Кроме того, что они С Ну так этого нужно порезать И засунуть в мясорубку Рыба-рубка 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 Такое же мясо Рыба-рубка Мясорубка у нас есть Закипает бульончик у нас Из порезанной куриной грудки Здесь у нас почищенная морковочка Картошечка, которую мы тогда будем добавлять Лук не почистится Лучок чистится одну секунду Зачем же мы будем его резать и чистить Сейчас, чтобы в слезах Тут встречать следующий этап Значит, пускай пока лежит Лук у нас готов Значит, семга ждет своего часа Поскольку семгу вместе с вот этой картошечкой И с лучком еще Да Веселая рыборезка Рыборубка Будет нам делать фарш Что еще? А дальше что? Дальше у нас коротенькая пауза Виктория, во время этой паузы Я попрошу вас сейчас Помолчать Нет, я попрошу вас сейчас проследить Чтобы ничто у нас не пропало здесь Потому что воруют А вы куда, Ваня? А я, Виктория, на одну секундочку Сообщить нашим телезрителям Одну приятную и веселую новость Друзья, а у нас короткая реклама На первом канале После которой мы вернемся И вы знаете, почему Жена Семена Михайловича Буденова Великого маршала Называла его иногда ласково Семга Я куриную косточку В теплую гречку Булата Куджава Все как Ну кипит, мы кидаем все Давай кидать Все кидать Причем можно кидать А то, что у нас что-то свалится раньше, а что-то позже Нам все равно Ведь Дело в том, что много Да будет много у нас супа Ну конечно Дело в том, что Каждый раз ведь супа разного получается Кастрюли-то Кастрюли-то чужие, разные бывают Правильно же? Да-да-да Ну посмотрите И дело в том, что Морковку надо по... Тереть Ведь никто же не поверит Что этот суп готовится действительно очень быстро Как-то мы его расфофлонили Ну почему? Ну мы особенно Надо накрыть крышкой, чтобы быстрее закипело Вот крышечка Извините Так Натираем быстро Моментально натираем Нам нужно набирать скорость, мне кажется, да? Натираем морковку И сразу ее туда добавляем Или нет? Сразу ее туда добавляем Да Вот так вот режем помидор Вот я так режу Так, все, прям туда Да Сомнение, не сказала я Да, туда, куда И сейчас где-то на окраине, почему? Где-то в центре, в огромном, в огромных апартаментах На гигантском плазменном телевизоре Крик Нет, не колоди туда ее Нет, Егор Кончаловский просыпается от крика жены Нет Не надо Остановите этих Абсолютно верно Лук мы не порезали Лук, кстати, туда же тоже лук нужно? Да, обязательно И не надо не обжаривать прям так Ну, не надо обжаривать Правильно Потому что Люба-то Алкалина не обжаривает Это ведь Так, я быстро режу Молниеносно режу лук Сколько нам нужно? Ну, наверное, целое нам много или... Да? Ну, планино порезать Но нам же понадобится... У нас пустяка огромная котлетка Виктория, но нам же понадобится еще... Что? Лучок для котлеток Да, безусловно Вот порежьте половиночку тут, да Половиночку Значит, я бы хотел вот что-нибудь, Виктория Да Вот вы... Давайте я это сделаю, чтобы руки ваши Запах лука не уносили из нашей программы Зачем? Вам еще сегодня выходить на сцену В кадр К Варваре Как зовут младшего представителя? Федор Федор, понимаете? Да, Федор Вот так вот мы это аккуратненько все быстренько нарезаем И прямо туда тоже без всякого... Мастерства Дополнительного термального обрабатывания Не надо Давайте положим туда лук Лучок Все И помидоры И сразу помидоры Ну давайте положим туда помидоры, потому что в принципе уже готовится долго Сейчас уже будет картошка готова То есть как только картошка сварится, суп готов Да Ну потому что курица порезана Пожалуйста, помидоры Спасибо Курица же порезана, и она быстро уже сварилась 10 раз Так вот, пока кипит суп, я сейчас его поставлю на все-таки чуть поменьше огонек Мы можем вот сейчас Что, заняться нашими котлетками? Конечно Как клетками? Конечно котлетками, я сейчас уберу все, что нам не нужно Лучок нам нужен для котлеток Да Оставим Значит суп будет готов тогда, насколько я понимаю, когда сварится... Когда мы этого захотим Это я Когда сварится картошка, правильно? Да На всякий случай, чтобы было спокойнее Я могу Какая зелень нам нужна? Вот здесь петрушка Петрушка и укроп И укроп Петрушка и укроп Так, 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 так Три 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 Значит, сейчас мы зашли в такое поле сложное, филологическое Не будем, не будем заходить, посмотрите, я сейчас позову иначе Потому что есть зубчики Зубчики Три зубчика Легче сразу Три зубчика, нет, потому что головка это вот это Простите, простите, три зубчика Можно, конечно, и две головки Три зубчика Но тогда будет сникнуть ощущение, что любовь Толкалина боится нападения вампиров Когда мы будем вот это вот все Вот можем мы вот в эту штучечку? Вот в эту штучку не можем, а это прямо нужно для этого как раз Сейчас, секунду, я бы хотел узнать вот что Много вы путешествовали по свету и продолжаете это делать И снимаетесь, и путешествуете, и гастроли, и спектакли А где какое блюдо произвело на вас? Неизгладимое впечатление, мне кажется, что мы можем, по большому счету Вот кидать, конечно, можем И вот это вот выдавливать можно Вы знаете, ну этот вопрос, на самом деле, я не сильный гурман, я не припомню Я вот машины в Венесуэле помню Машины в Венесуэле? Да, потому что когда я, ну это не по теме Когда я прилетела в Венесуэлу И как-то так, аэропорт, раз, мы все выходим И кажется, что это проезжаем такой склад старых машин Таких уже, что ты хочешь сделать? Я хочу посолить Посолить Добавить все, о чем мы говорили Добавить, о чем мы говорили Ну подождите тогда про Венесуэлу Послушайте, вот это мы выдавливаем прямо туда Послушайте, если чеснок выдавливать, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-нибудь хочет читать эти маленькие зубчики и жемчужины? Ваня, непревзойден За это я у чьей готовил И теперь, послушайте внимательно, мы берем горчицу Так, как интересно И хрен И хрен И вот это вот Я бы даже еще немножечко... Да И вот это вот... Я бы даже еще добавил зелени, можно чуть-чуть? Можно И соль, а вы не посолили? Нет еще Ваня Сейчас будем солить Сейчас будем солить И самое важное в этом супе, все вот это же ерунда, это же может сделать каждый? Да, безусловно А Вот так вот Вот так и вот, чтобы побольше было зелени вкусной, а еще и соли, мы же не солили Так, и теперь, поверьте мне, горчица должна быть только обязательно русская, или как она называется, которая горькая, не сладкая, никакая, никакая вот эта Знаменитая русская горчица, не дижонская Не дижонская Не баварская Да Не даже пражская Ложку Туда, прям так, раз И подожди, попросите Вот, смотрите, как у вас получилось Вы хотели мне в этом помочь? Раз Да, да, вот так раз И хрена Ложку Ложку Ну, такую-то огромную кастрюлю Можно и побольше Можно и побольше А мы сейчас размешаем И вот тут начался праздник Единственное, что цветной, наверное, можно было положить меньше, а то она неприятная Все получилось Значит, я предлагаю сделать, чтобы это все окончательно стало супом Накрыть это И этот суп станет супом через несколько минут Все, что происходит теперь у нас? Мы стремительно А мы выключаем его? Погодите Давайте его выключим Да, конечно, мы его включили Все А что вы, Виктория, делали в Венесуэле? Я была на гастролях, Иван Так, с чем это вы были? Я была на гастролях Бориса Годунова, если я не ошибаюсь Это детские какие-то ощущения Мы были в Венесуэле, когда прилетели, прилетаем, как будто бы свалка старых машин Я говорю, ух ты, круто, а вот эти все американские машины, они же сами по себе красивые Свалка не свалка, большие такие, знаешь Все эти, я говорю, о, как круто, это свалка? Нет, это не свалка, мне говорят Эти машины припарковали люди, пошли на работу И потом, то есть это автостоянка Ездят на табуретах люди Едет мимо машины тебя Это реально, то есть вот едет машина, которая покрашена там наполовину Еще ладно, там она покрашена наполовину Сидит человечек на табурете И едет, он водит То есть сиденья отсутствует? Да, да, на табуретке Они все такие вот прямо разбитые Неписанной красоты все это, потому что это же колорит Вот я езжу с Борисом Годуновым Прекрасное, на самом деле, было время, то есть в течение двух лет Где я только в войне не была Серьезно? Как это было круто По всему миру По всем, всем фестивалям То есть это все, весь фестивальный Давайте поаплодируем Викторе, которая успела А Варвара тогда еще Варварки не было тогда еще Так вот поэтому, друзья, как хорошо, что вы успели посмотреть Сейчас мы виду с Варваркой, все, я нигде не была Значит, Варварка, друзья, это не улица в городе Москва, как думают некоторые А это дочь Виктории Тастагановой Давайте мы корочки хлебные скормим нашему голубю В какой стране вам запомнился тогда, хорошо, не кухня, но зрители? Какой стране на вас произвели впечатление? Вот прекрасное, просто так как все самое такое неожиданное это в Латинской Америке Вот Колумбия с Венесуэлой это... В Колумбии, знаете Это Атас Но это действительно, там зрители круче Количество белого хлеба уже начинает доминировать Тебе пугает? А что, да Значит, сейчас мы все это переманываем вместе с картофелем, да? Сперва мы переманываем Можно я включу? Пожалуйста Говорите Пожалуйста, Виктория, включайте Самое важное сейчас должно быть произнесено Включайте О-о-о Все И вот это, наверное, мы при помощи... Рук Рук Прямо вот давайте Друзья, я напомню, что здесь Здесь прекрасный фарш, который состоит из семги, из картофеля, из белого хлеба Из лука Да И из таланта Виктории Толстогановой Смотрите Прямо перец туда, нет? Ну давайте Прямо, вот смотрите Раз Два Три Все Хватит И теперь немножко соли, просто для блеска в глазах Ну, хватит, наверное Да? Хватит, хватит, хватит Хорошо Итак Фаршик наш готов Готов Виктория, оставлю вас на секунду перемешивать фарш сейчас Виктория Хорошо, хорошо Я дам, да Ну улыбайтесь, Виктория У нас же утренняя веселая программа Сейчас короткая реклама После которой мы вернемся И узнаете, почему знаменитый и любимый всеми певец Игорь Корнелюк Во время своих некоторых выступлений по деревням и селам Ленинградской области Брал псевдоним Игорь Корнеплод Прилег вздремнуть я у лангета Но было слышно до рассвета, как ликовал француз Михаил Юрьевич Лермонтов На смерть поэтом Дорогие друзья, с Магландером канале Мы продолжаем У нас в гостях Виктория Пастаганова И мы вместе с Викторией сейчас Виктория, только уберите ложку Зачем нам ложка, когда есть чудо техники? Таких вам вещей в Венесуэре не предлагали? Знаменитый оранжевый скребок Прекрасно Оранжевый скребок – это вещь, которая… Ну что вы, это вещь, я вам потом расскажу про него отдельно Давайте сейчас включать Потрясающе Все Что произошло? Мы пропустили фарш через мясорубку Еще раз Для чего? Для того, чтобы… Теперь смотрите, Виктория, смотрите Оранжевый скребок Прекрасненько Теперь берем водичку Берем водичку, наливаем Наливаем и ставим, чтобы она быстрее закипела Потому что мы будем пароварочке Правильно я понимаю, да? Конечно, котлетки для деток Котлетки для деток, да почему? Просто для тех, кто любит… А что, я, например, люблю котлетки на пару? Что прямо, так я не знаю Наоборот, жареные вообще… Подождите А вы можете сделать котлетки некоторые на пару, а некоторые раз… Поджарить? Красот, жареночки Так, друзья, я предлагаю перейти к самому главному А именно сейчас Виктория Стаганова При помощи… Всего вот этого я так поставлю Да, выкладывайте, пожалуйста, нужные вам размеры котлетки в пароварочку А я вот из оставшегося налеплю сюда, на сковороде Хорошо… 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 Да-ра-ра-ра… Внутри идут… Да-ра-та-та-та-та… Развалинчики… Развалинчики… Нагревается… Ну и, наверное… Еще одну… Еще одну… Мы сделаем их совсем маленькими… Но очень-очень вкусными… Угу… Это же Семушка… Ну, это прекрасненько… Она же в одну секундочку должна… Прям… Раз-раз-раз-раз-раз… И приготовится… А что если мы воспользуемся скребком оранжевым для того, чтобы переворачивать котлетки? Подожди… С скребком… Очень удобно, наверное… Да… Во! 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 Принятненькие маленькие котлетки… Во! Смотрите, какие… Вот мои дурочки… Все… Жарятся-жарятся котлетки… Парятся котлетки… Жарятся котлетки… Угу… А мы с вами, Виктория, пока знаете, что можем сделать? Что? А мы можем с вами взять поплошечки… Я, с вашего позволения, все-таки… Знаете, вот то, что зелень мы положили в суп… Это хорошо… Но когда… Свеженькая… Вот прям совсем… Вот прям вот свеженькая-свеженькая… Да-да-да… Вот прямо ее зелененькую прям мы… Тоже вот так вот прям чуть-чуть порубим… Чтобы прям вот в тарелочку положить… Как вы на это смотрите, Виктория? Прекрасненько… Если при этом… Очень красивенько… Прекрасненько… Прекрасненько… Порубили зеленушечку… Положили… Ножичек… Смотрите… Ага… Подождите… Силикон… Как так и рвется на сковородочку… Так… Ой, какие котлетоньки… Видите, сколько суффиксов мы употребляем… Насколько… Накроем крышечкой… На очень маленьком огонечке мы их оставим… Чтобы не подгорели… И позвольте мне… Дорогая… Дорогая… Виктория… Сделать то… Что это вы так с недоверием смотрите… Ну нет, ничего… Ничего… Не похоже это на то, чем почва ваша Любаша… Пахнет так же… Вкусно… Да… Нет, нет… Пахнет как раз прекрасно… Жалко, что вы сейчас это… Не ощущаете… Давай… Ну что-то сейчас… Скорее, чем мы это попробуем с вами… Я бы хотел напомнить всем… Как мы это готовили по рецепту Любови Толкалиной… Знаменитой актрисы… Мы берем куриную грудку… Разрезаем ее… И варим… Чтобы быстрее сварилось… Потому что суп очень быстрый… Туда же потом… Как только закипает… Добавляем сырую картошку… Добавляем морковку натертую на терке… Добавляем туда цветную капусту… Кстати, туда же тоже лук нужно? Да, обязательно… После этого… Это все сварится… В результате… Надо посолить… Поперчить… Добавить туда зелень… Выжатый чеснок… Выдавленный чеснок… И добавить туда самое интересное… Парочку ложек… Если большая кастрюля… В общем, хрен и горчица… Добавили? Хрен и горчица… Добавили? По вкусу… И помидоры мы туда еще положили… Дорогая Виктория… Позвольте мне… От вашего имени… Вместе с вами… Что это вы? Попробовать то, что вы нам… То, что вы нам приготовили… Попробуйте вы… Ну что… Слушайте… Это правда очень… Дайте, давай я попробую… Все-таки… Это вкусный суп… Вкусненько… Можно туда класть сметану… Мне правда нравится суп… Я люблю… Друзья… Котлетки… Смотрим… Пока… Да… Оп… 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 Мы имеем с вами что? Мы имеем с вами два варианта приготовления одних и тех же котлет… Одни – жареные в масле… Вторые – на пару… Я… Прежде чем мы попробуем, хочу напомнить, как это все готовилось… Семга… Филе… Картошка сырая… Лук… Сырой… Белый хлеб… Без… С… Соль… Перец… Все… Вот… Вот… Дорогая моя Виктория… Это мы сюда бросаем… И вот сейчас… Отведав супа… Мы с вами… А хотите… Сделаем… Все-таки это семга… Вот… Петрушку, наверное, нет… А укропчика чуть-чуть… Вот смотрите… Вот так вот… С… Тя… Давайте… Посмотрите, как она… Посмотрите, как идеально… Все… Вот что значит паровые котлетки… Мой моя… Это называется… У вас же тоже прекрасные получились котлетки… Неудача… Вы имеете в виду… Посмотрите… А внутри-то… То же самое… Прекрасные котлетки… Прекрасные котлетки… Лежьте, лежьте… Это полезно намного… Да… Ведь вы моя гость… А ничего… Может быть, что листерина у ваших меньше… Но зато выйди сейчас с котлетками, пытающих продать… Виктория… Мои-то купят… А ваши скажут… Ну зачем с них курочку сняли… Вот так вот так… Друзья… Вика… Да… Раскроем все тайны… Перейдем… Будем быть по-человечески… Перейдем на ты… Дорогая Вика… Да… Спасибо огромное тебе, что ты пришла сегодня к нам… Спасибо огромное тебе за то, что ты делаешь… Своей профессией… Потому что мы… Несмотря на то, что… Едим тут… Мы иногда и в кино ходим… В одной руке котлетка… В другой… В другой – билет… И мы идем вот так в кино… Мы благодарим тебя за твою работу… Мы благодарим тебя за твою семью… За твой талант… Ой, невозможно… Невозможно… Не это… Невозможно… Увеличивать… Семью… В момент съемок… И тем не менее… Ты одна из немногих… Кому это удалось… Поаплодируйте, пожалуйста… АПЛОДИСМЕНТЫ… 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 Спасибо… От нашего спонсора… Корзина… Ароматного… Цейлонского… Чая Акбар… Чай Акбар… Неиссякаемый источник бодрости… Энергии… И хорошего настроения… АПЛОДИСМЕНТЫ… АПЛОДИСМЕНТЫ… ТАПОВАР… Это стиль… Качество… Вашей кухни… Но и это еще не все… АПЛОДИСМЕНТЫ… Последним… И самым главным… Подарком… Для вас… Виктория… АПЛОДИСМЕНТЫ… 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 С дынями… ГОВОРИТ…